Участок, над которым работали авторы проектов, расположен в границах Свято-Троицкого бульвара, проспектов Богдана Хмельницкого, Славы и улицы 50-летия Белгородской области. Именно в этом квартале в свое время размещались архиерейская резиденция и Свято-Троицкий собор. Конкурс анонимный, вместо фамилии авторов, стикеры с номером участника. В составе жюри представители городской администрации, московские и зарубежные архитекторы. В целом уровень очень хороший. Из 25 проектов я бы назвал в меньшей мере 25, которые отвечают международным стандартам. Хотелось бы поздравить город с проведением такого конкурса, который я считаю очень важным, поскольку в планах мэрии города существенная перестройка центра города и существенная его реконструкция. Куратором конкурса выступил известный архитектор из Голландии Барт Голдхорн, мнение которого имеет немалый вес в сфере современного мирового зодчества. Он основатель ведущего профессионального журнала об архитектуре «Проект Россия», а также один из организаторов и кураторов московской биеннале архитектуры. Уровнем представленных работ он остался доволен, равно как и темпами развития Белгорода. Город очень ухоженный, он очень чистый выглядит, хорошее благоустройство, но очень впечатляет как профессионал. У меня расширение города, который прожил последние 15 лет. Это единственный город в России, где это сделано так хорошо, так правилно, скажем так. Конкурс вызвал большой интерес в международном архитектурном сообществе из 127 представленных работ, 85 зарубежных, выполненных архитекторами из Европы, Китая и Мексики. К участию были приглашены профессиональные архитекторы и градостроители. Общий призовой фонд составляет 50 тысяч долларов США. Хочется отметить, что у нас первый такой конкурс проходит международного уровня и количество работ меня очень приятно порадовало, потому что в них представлены масса позиций и разнообразных совершенно решений, которые заслуживают самого пристального внимания и изучения. Мы должны стремиться к тому, чтобы лицо Белгорода было уникальным и своеобразным. Итоги конкурса станут известны сегодня вечером. Подробности расскажем завтра в дневном эфире. Елена Старостова, Павел Емелин. К этому часу Белгород.